В начале сентября в эфире нашего телеканала вышел сюжет о том, что в село Елхов Котейковского района наконец провели газ. Радостные жители, гордые собой чиновники. Ничто не предвещало неприятностей. Сегодня мы тратим порядка 6 миллионов для того, чтобы перевести эти дома на индивидуальное отопление. Люди получают возможность иметь тепло круглый год в зависимости от погодных условий, иметь горячую воду. Самое главное, что для них плата будет практически составлять только плату за газ. А котельную, эту старую, мы закрываем. Сети изношенные, теперь не требуется ремонтировать. Я думаю, что за три года максимум окупится вложение в Елховку. И дальше, собственно, проблемы по теплоснабжению здесь не будет. Стоимость одной квартиры порядка 120 тысяч рублей. Но платить они не будут. Денежки нам в руки они не отдают. Это все выделяет денежки региональному властью, то есть правительству Ивановской области. То есть население деньги не платит. Чиновники и телекамеры уехали. И уже через пару недель воодушевление местных жителей сменилось возмущением. Селянам выставили счет за все. Ну я считаю, что мне 40 тысяч вытяжки стоят у меня на втором этаже. А они поставили мне 40 тысяч. И уж не 180, и не 170. Я уж им говорю, хоть 150 я заплачу. Уж пожалейте, говорю, меня. Я же мать погибшего сына. У нас пенсии с дедушкой по 10 тысяч. Качество работ, по словам селян, также оставляет желать лучшего. Провели трубу, вытяжную трубу, забор воздуха называется, по всей кухне. И теперь с этой трубы все идет, капает вода. И это у многих такое-то. Теперь на кухне у меня сырость постоянно, вода течет. И не за горами зима. Будут сосульки. И теперь мне еще счет пришел из-за этого, 11 тысяч, за эту трубу. Мне она не нужна. Первый раз сделал горячую воду. Я, это, только он ушел. Я говорю, дедушка, ты глянь, что-то у нас тут течет. Прямо лужа под мойкой. Пришел уже второй раз, он же пришел. Вот в эту субботу сделать воду. Я пришла из храма, у меня прямо озеро. Но это еще цветочки. У Альбины Сычевой последняя, не подключенная к теплоснабжению квартира. И это при том, что акт выполненных работ женщине подписать уже предложили. Гасификация села официально завершена. Подрядчиком сделано, значит, вот газовый счетчик купленный. Вот эти трубы проведенные. И, значит, электрико-электроснабжение от газового котла к основному. И все за это вот 72 тысячи. Газовые котелы плиту женщина покупала сама. На свои деньги от замены батарей в квартире отказалась. Откуда же такая сумма? Поглядели, тут даже подвозка рабочих включена, прибыль выведена. Вот. Все. И потом самое главное, что я, конечно, в этих газовых, вот в этих трубах, в этих переходниках, я не понимаю, не разбираюсь. Да и многие так. Но дело в том, что вот я, значит, стабилизатор напряжения нужно в котлу обязательно. Вдруг там где-то воды не будет. Вот. Стабилизатор этот самый я покупала где-то за 1150. Вот. Они его включили, как будто они сами купили. Хотя у меня и чек есть, и все, я специально приготовила. Все приготовила. Они за 1500 сделали, значит, как будто они нам сами его купили и поставили. Газификация принесла Альбине Леонидовне еще одно несчастье. Рабочие, когда устанавливали вытяжки на мягкой кровли их дома, повредили ее. Теперь в квартире протекает потолок. Вот, посмотрите, у нас мягкая кровля потолка. И что у нас, значит, они находили вытяжки делали там. Это дымоходы. Кирпичом надолбили, и эта мягкая кровля теперь стала проливать. Вот, пожалуйста, эта комната. Хотя я только недавно сделала ремонт. Температура в квартире не поднимается выше 16 градусов. И это при том, что за окном еще довольно теплая погода. А со дня на день дочь и маленького внука Альбины Леонидовны выписывают из роддома. Как привезти ребенка в такие условия, женщина не знает. Как вот в таких условиях жить, хотя давно, если была у нашей котельной, и давно бы топительный сезон запустили. Мы рады, конечно, газу. Но так, как они относятся к этим делам, это безобразие самые настоящие. Да самое главное, пустили пыль в глаза, поэтому, что нам, сельским жителям, бесплатно. Бесплатно. Приезжал господин Фомин, приезжали, значит, также с телевидением. Мы все удивлены, и все население очень такое в панике. Местных жителей теперь не оставляет ощущения, что их обманули. Даже установленное подрядчиком оборудование вызывает подозрения. Когда нам поставили эти котлы, мы начали в магазинах узнавать. В двух магазинах мы с мужем приехали, нас подняли на смех, что это действительно не котлы, а так себе. Они считаются двухконтурные, одноконтурные. Двухконтурными они никогда не были, у них один теплообменник. Вы представляете, надо мной в магазине смеялись над старой бабкой. Стоимость каждого нагревателя по смете, которую предоставили жителям, 25 тысяч рублей. Но по какой цене их приобрел подрядчик, неизвестно. Неужели на селянах решили нажиться? А они нам показали документы? Они нам не показали, сколько эти документы. А в магазине он 15 тысяч. Особенно возмущает местных жителей, что на телекамеры оба и нынешний вице-губернатор Александр Фомин и подрядчик сообщили, что людям придется платить только за газ. Раз расходы берет на себя областной бюджет, то почему селянам выставили такие астрономические счета? Приблизительно по 200 тысяч с квартиры. В департаменте ЖКХ нам пояснили, жители просто все неправильно поняли. Газ это не подарок от правительства региона, а очень выгодная система кредитования. При стопроцентном согласии собственников многоквартирных домов отказаться от централизованной источника теплособжения и готовности перевести свои жилые помещения на индивидуальное газовое отопление, только при этом условии с ними заключается договор товарного кредита. Договор товарного кредита заключается на сроках на 5 лет по минимальной ставке 8,5%. То есть пока селяне не заплатили за газификацию ни копейки, но в течение пяти лет они будут в финансовой кабале выплачивать долг за установку оборудования. И про проценты забывать не стоит. Тогда зачем же чиновники ставят газификацию сел себе в заслугу, если все равно за все платят жители. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.